так ребят приехал на но мне кажется на самый символ америки это статую свободы нужно было добраться на метро до станции bowling green здесь я выхожу здесь сразу куча разных людей стоят и впаривают билет но при этом я хочу купить их сам я насколько понимаю чисто интуитивно здесь сразу покажут покажется куда нужно идти статая свобод находится а пока что приобрету билет да вот ты чё серьёзно close december 25 сука сука короче по ходу делаю в раджество я не могу приобрести себе билеты даже там было написано что они закрыты а пойду барыг покупать продадут ли они мне жалко но так вот это место где нужно это дело делать ну ладно все мы не расстраиваемся а сейчас будем покупать у барыг почему бы и нет для взрослого стоит 1850 для более взрослого от 62 лет 14 баксов и для ребенка 9 баксов продайте мне билет вот это место где идет посадка и я что-то никого здесь не вижу скорее всего да скорее всего сегодня никто в принципе не ездит ну что ж ладно завтра сюда приеду в общем да ребят я совершил ошибку сегодня рождество я решил поехать на статуи свободы на сегодня никто не работает никакие парома не ездит и сегодня все отдыхают какие-то барыги там стоят все равно впаривают билеты но блин какие билеты если сегодня никто не отправляться я уж потом тогда официально зайду и куплю лучше неже чем у них правильно потому что наверняка у них будет наценка а возьмите еще тура возьмите еще то да сё и прочее третье и десятое но нафиг знаю я все это подхожу здесь ближе к черному и пахнет травой но Америка а возвращаясь к вопросу украшен ли как-то город в честь рождества да нет нету вот этого то чего показывают фильмах да когда вы идете и куча разным гириллиантом все деревья украшенные не знаю санта клауса висят там нет такого нету обычный город без чего-либо мне кажется у нас даже на тверской это более больше украшает нежели чем здесь за все время прогулок я встретил ну парочку мест которые действительно были красиво украшены и прочее импари стед билдинг да он красиво там сверху него прям куча огней добавили раз разноцветных зеленый красный но больше ничего даже сейчас можете посмотреть вот я иду обычные улицы без без всего здесь праздничное строение создается только за счет того что он ты заходишь любой магазин а там играет музыка играть песни старые красивые про рождество и люди улыбаются и все тебя поздравляют с этим праздником да это круто но но ничего более ничего более я сейчас нахожусь в финансовом квартале на волл стрит может быть поэтому банковские работники не особо верят в рождество потому что в принципе нет до выходных поэтому здесь ничего не украшено может быть из-за этого может быть из-за этого самое интересное по поводу Нью-Йорка я хочу сказать что я тут перемещаюсь на своих двоих реально я метро пользовался раз за два убером пользовался только в те моменты когда реально уже просто не в моготу один раз всего лишь пользовался такси такси оригинал которые желтые ими вообще мне кажется пользоваться не надо они там реально ломят цену такую ну там есть все по счетчику и расстояние не знаю там совсем небольшой может тебе обойтись примерно в 12 баксов не круто но честно я попробовал один раз потому что у меня чуть подрубился интернет и я не мог им воспользоваться и заказать супер а рядом стояло такси а такси обычно если ты видеть вообще там никого нет абсолютно спокойно садишься не спрашиваешь свободны ли вы нет они в любом случае свободны если человека нету если они никуда не едут они свободны поэтому просто смело садитесь и называйте куда вам нужно так вот любое расстояние здесь можно пройти реально на своих двух ну и конечно если не надо вам от одного конца острова до другого вот так то я вот сейчас только со статой свободы и иду пешком до мемориала 9.11 потом дойду там до тайм сквера от тайм сквера уже тут тот странливый парк тут все в принципе не так далеко город небольшой после москвы реально на все это смотришь и понимаешь что да фигня эти расстояния их можно абсолютно спокойно пройти пешком огромная трагедия мемориала 9.11 здесь стояли когда-то огромные два здания торговые центры которые взорвали террористы 11 сентября 2001 года которые украли два самолета и врезали с него это была величайшая прогиба у всего мира и сейчас здесь на этом месте стоит мемориал вечный водопад то есть вода стекает постоянно в пропуск никуда и здесь куча имен всех людей которые погибли мемориал мемориал 9.11 совершили его строительство примерно где-то в одиннадцатом году то есть где-то десять лет после катастрофы и сюда постоянно приходят люди все равно посмотреть и сочувствовать конечно же грузы здесь стоять особенно когда вы проходите мимо всех этих имен которые здесь указаны где-то лежат цветочки и люди помнят на самом деле в этом плане это нас очень сильно сближает и объединяет о да вы что серьезно наконец-таки 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 я это заметил ура дух Рождества наконец-то в величайшей Америке он все-таки существует и знаете в чем он существует вон в елке в торговом центре ну прекрасно отлично а где еще где еще где Санта Клаус ты Санта Клаус нет ты нет где он пофигу на то что здесь не украшено насрать на это не важно самое главное именно то что люди люди верят в этот праздник они счастливы они довольны они все друг другу желают просто счастья поздравляют с этим праздником улыбаются и дарят добро вот это вот он снова дух Рождества хотя бы тут хотя бы тут он тоже ощущается и они украсили здесь разными штучками хотя бы так сейчас проходил возле финансового квартала здесь Уолл стрит и прочее здесь также мемориал 9 и 11 тут наткнулся на часовню Святого Павла и слушайте она реально украшена она прикольная и сегодня здесь будет проходить сегодня здесь будут все собираться всей семьей и проходить как это называется сегодня здесь соберутся семьи очень очень многих американцев и будут отмечать Рождество прикольно прикольно я сейчас нахожусь возле возле часовни Святого Павла и тут на самом деле очень здорово вы знаете как показывали в фильмах то что люди заботятся друг о друге и здесь очень много бездомных очень много бомжей и люди которые просто не могут выживать с учетом всех трат с учетом всех зарплат которые здесь есть в Нью-Йорке и стоимости на жилье и прочее и люди просто сюда приезжают волонтеры да и помогают им они просто просто накрывают здесь можно получить горячий чай горячий кофе и это так круто это так здорово это то что люди помогают друг другу вот в этом мне кажется и кайф америки потому что все друг другу помогают и здесь чувствуется помощь и хотя бы какое-то хотя бы какая-то поддержка ей ей Субтитры подогнал «Симон»